Всем огромный привет! Очень рада видеть вас на своем канале. Сегодняшнее видео о парфюмерии. Тема такая очень запрашиваемая, но дело все в том, что в последнее время парфюмерию женскую для себя я никакую не покупала, потому что глядя на свою коллекцию, я понимаю, что просто что-то купить еще, это будет просто перебор. Но несколько ароматов мужских появилось, новеньких. Сегодня я о них расскажу. Один из которых просто повторился. Было видео, было обзор Night Parfume Dior Eau Intense. Как вы видите, флакончик уже пуст, и вот он, новенький флакончик. Впечатления мои о нем остались точно такими же, какими я делилась в видео об этой парфюмерии. Видео уже такое было, я ссылочку оставлю под этим видео, если вам интересно. Ну и теперь просто еще разочек, кратко охарактеризую, как мной воспринимается этот аромат. Он очень теплый, древесно-сладкий, довольно навязчивый, очень стойкий. Подойдет мужчинам в возрасте, мне кажется, от 30 и больше. То есть как на 50-летнем мужчине я могу представить, так и на 30-летнем молодом человеке. Но аромат не слишком молодой. То есть на 20-летнем, там, 19-летнем молодом человеке парфюм, скорее всего, будет выглядеть немножечко странновато. Хотя тут вопрос спорный, но, на мой взгляд, очень приятный аромат. И, как я уже говорила, из мужской парфюмерии он так, скорее всего, наверное, я бы сказала, так и остался моим любимым. Он такой теплообволакивающий, такой родной, очень нежный. Мне кажется, что женщины, которые любят пользоваться мужской парфюмерией, вот этот аромат им очень мог бы понравиться. Именно своей сладостью и теплотой. Вот самое точное слово, которое может описать этот парфюм, это тепло. Вот от него прям тепло разливается. Если некоторые парфюмы слушаешь и кажется, вот они какие-то, знаете, синтетические, ненатуральные, то вот от этого парфюма нет ощущения какой-то синтетики. Он как будто бы, ну не то, что натуральный, но вот он какой-то такой вот, близко к телу такой. Парфюм очень стойкий, очень хорошо держится, одежда будет пахнуть до тех пор, пока ее не постираешь. С кожи выветривается тоже довольно долго. То есть, в общем, к парфюму претензий у меня нет. Знаю точно, что парфюм может не понравиться тем, кто не любит такие, знаете, удушливо-сладко-приторные древесные ароматы. Кто любит свежесть, легкость, этот парфюм, скорее всего, не понравится. Но так как я люблю такие вот глубокие, теплые ароматы, для меня это прям вот из мужской парфюмерии номер один. И, кстати говоря, в этот раз я хотела бы вставить в это видео небольшие кусочки. Подружка ко мне тут пришла в гости, я говорю, дала эти три парфюма. Я говорю, ну вот опиши как можешь, опиши быстренько и какие впечатления тебя вызывают. И вот давайте послушаем мою подружку Иру, что она скажет вот об этом парфюме. Сладкий мужчина, как конфетка. Дерзкий. Сладкий и дерзкий? Да. Ну, у меня очень такой запах. Сильно, не знаю, мускатные они, да, когда-нибудь такие? Понятия не имею. Не знаю, такой. Для меня слишком приторно это. Это приторно. Это здорово кто-то любит, но мне приторно. Следующая туалетная вода от Paul Smith Essential или Essential в объеме 50 мл у меня. И я бы назвала эту туалетную воду как идеальный подарок. Если вы хотите подарить кому-то туалетную воду, но не знаете точных предпочтений, вот это было бы просто, скорее всего, идеально, потому что туалетная вода ненавязчивая, повседневная, ежедневная. И в офисе, и на какую-то прогулку, под любую одежду. Ну, кроме, пожалуй, каких-то, я не знаю, смокингов, кроме очень-очень строгой одежды. А так и под свитера, и под рубашки. Только уж не совсем, конечно, там классические, но такие. В офис, куда угодно. Аромат легкий, аромат универсальный, подходящий абсолютно всем, практически любой возрастной категории. То есть я даже на 15-летнем парне вполне, естественно, могла бы услышать этот аромат. Ну и так же, как и 20 лет, 35. Единственное, что, наверное, на 60-летнем мужчине, возможно, аромат покажется слишком молодежный. Хотя, если это какая-то рубашка пола, какая-то, я не знаю, игра там в футбол и так далее, то тоже, почему бы и нет. Универсальный подарок, универсальный аромат, очень приятный. Так, ну чем теперь у нас тут? Как же я его слышу-то, как же это описать? Немного кислинки. Намеренно не хочу описывать какие-то пирамидки, потому что, откровенно говоря, в парфюмах я не разбираюсь настолько, чтобы тут сейчас с умным лицом описывать пирамидки, мною заученные до видео. Поэтому, извините, но исключительно своими словами. Легкий с кислиночкой. Он, кстати, не особенно стойкий, то есть весь день на коже аромат не продержится. Скорее всего, там 2-3 часа он еще как-то хорошо слышится, потом уже такой вот очень-очень близко к телу. С кислиночкой, скорее всего, есть какие-то, может быть, даже какой-то апельсинчик тут что ли чувствуется. В общем, короче говоря, если вы знаете этот аромат, напишите обязательно, какое ощущение создалось при его просторе. Слушивание у вас. Потому что мне сложно его описать, потому что, знаете, как я его вот сравнила бы? Есть такие девушки, они вроде бы симпатичные, они вроде бы ухоженные, но вот изюма нету. Вот в этом парфюме также. Он очень приятный, очень такой вот располагающий, но при этом вот какого-то изюма нет, глубины нет, вот силы нету аромата. Но для офиса, для прогулок шикарный вариант. И давайте послушаем, что думает о нём Ира. Этот мне нравится. Он лёгкий, свободный, море, мальчик в белых штанах и в рубахе просёгнутый, естественно. Вкусненько. Всё? Да. Ну а возраст? Можно и в 40 в белой рубахе их проселяю. Ну то есть, короче, нету возраста. Да нет, конечно. Да вообще не знаю, как можно по возрасту определить. Все же разные. Правильно? Угу. Можно убить в 20, как дедуха. Вот это у Ирки, это, короче, мой воротник от куртки. Вот она решила с этого участка стать. Ну и последний парфюм на это видео, это Tom Ford Noir Extreme. На нём хотелось бы остановиться, наверное, немножечко подольше, потому что аромат для меня очень... Он не странный, но вы сейчас поймёте, в чём дело. Когда мы его выбирали, эта новинка, когда мы его выбирали, я ставил мужской парфюм и женский. Женский прям сразу нет, он во мне вызвал такую бурю отрицательных эмоций. А вот мужской, да, когда его слушаешь, он действительно мужской. Он очень хорошо слышится на мужчине, но самое странное для меня в этом аромате то, что если нанести этот аромат на женское тело, если им будет пользоваться женщина, то этот аромат будет на ней слышаться как очень сильный, сладко-навязчивый аромат, но женский. Причём, если этот парфюм на мужчине, он на нём слышится как мужской. И даже не возникает тени сомнения в том, что это мужской аромат. Но когда я его слушаю вот из упаковки, из флакона, он для меня как мужской, так и женский. Я этот аромат могу представить как на мужчине, так и на женщине. Он очень интересный, очень не банальный. Он очень своеобразный, но мне лично кажется, что этот парфюм вряд ли смог бы вызвать в ком-то крайне отрицательные впечатления и эмоции, потому что вместе с тем, что он очень специфический, это специфичность какая-то, вот она нерезкая, не вызывающая отрицания какого-то. Я не знаю, понятно я объясняю, непонятно. Аромат действительно очень навязчивый, очень сладкий. Если брызнуть из флакона 2-3 пшика, то это будет что-то, знаете, будет пахнуть вся квартира, не только человек, который воспользовался этим парфюмом сейчас. Я чувствую в нем и древесные нотки, я чувствую в нем какую-то насыщенность, причем самое удивительное, даже послушав его из флакона, сразу понимаешь, что этот парфюм будет действительно очень стойкий. Но еще я бы сказала, что по нему сразу видно, что он такой недешевый. В нем, мне кажется, столько нот, столько вот богатых нот, каких-то, может быть, дорогих масел, потому что пахнет аромат действительно дорого. Он может нравиться кому-то, он может кому-то не нравиться, но спорить с тем, что слышится он дорого, мне кажется, вряд ли кто-то поспорит. Я бы с удовольствием пользовалась этим ароматом сама, и иногда, кстати, я им и пользуюсь с удовольствием. И на мне, на мой вкус, он слышится очень и очень даже интересно. В общем, действительно вещь, потому что все, что я послушала в Том Форд, в основном мне не понравилось. И даже те парфюмы, которые сейчас очень-очень популярны, это единственный парфюм из мужских и из женских у Том Форда, который мне действительно очень понравился. Советую вот пойти просто в магазин послушать, или если вы уже знаете, как аромат пахнет, то обязательно пишите под видео, мне будет очень интересно. Что касается возрастной категории, и какого бы мужчину я могла бы представить с этим ароматом, это совершенно точно не молодой аромат, это не мальчик 20 лет, это мужчина, причем мужчина такой серьезный, мужчина в костюме, или в каких-то хороших, таких дорогих рубашках. Это скорее образ состоятельного и состоявшегося мужчины, нежели какого-то легкого парня, легкого молодого человека, всего такого, знаете, на позитиве. Ну, это парфюм состоятельного, состоявшегося мужчины, и больше даже мне тут добавить нечего. Аромат, кстати, тоже очень теплый, очень обволакивающий и создающий как облако вокруг мужчины, или в данном случае, если я пользуюсь я им, вокруг меня. Ну, и я, конечно, не могла спросить, не спросить свою подругу, что она думает об этом аромате. Ну, это дорогой, благородный аромат. Ну, очень, очень будет раскрываться. Ну, кстати, его мужный мужчина, ну, женщина. Такой он. Фруктовый какой-то, мускатный, не знаю. Ну, он очень интересный. И раскроется он. Я в этот раз просто у Наташи брызгалась, ему он прям цветами потом начал пахнуть на руке. У меня, по крайней мере. Прям вот цветами, лилиями такой, очень вкусный. Я пришла, мужу дала понюхки, он мне говорит, приятненький. Я говорю, мужской. И он удивился. Думал, что женский? Да. А на мужчинах будет по-другому. Мне просто, я тоже пользуюсь парфюмом своего мужа. На нем хорошо, легко, а меня просто, я когда он душусь, у меня такое ощущение, что вот я удушилась. Может, еще одни воротник дать? Еще воротник дать. Этот падает, я могу перетянуться. Вот, все, я не знаю, что сказать. А возраст? Возраст? Ну, в 15 лет же будет он. В 15 лет и в 20 лет он тяжелый. И такой, да, он постарше. От 30-очки. Ну, это зависит еще от телосложения, я скажу честно. Худеньким не подходит? Нет. Такой должен быть. Насыщенный. Насыщенный мужчина. Вот, все. Помашу ручкой. Я надеюсь, что это видео было для вас интересно. Обязательно, как обычно, прошу вас подписывать свои впечатления об этих парфюмах, если они у вас есть, или вы знаете, как они пахнут. Мне будет очень интересно почитать ваше мнение о них. На сегодня все. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова